Ну что, еще раз всем привет. Я все в том же месте, за сценой Интернешнала, и ко мне пришел сказать свое последнее слово на турнире. Пятерка команды ББ, Торонто-Токио. Слушай, ну, матч выдался, конечно, жарким. В какой-то момент казалось, что будет третья карта. Не получилось. Спрошу так, есть ли для вас на этом турнире более неудобный соперник, чем Фелконс? Ну, возможно, из всех оставшихся команд это неудобный соперник для нас, но сегодня мы уже понимали, да, и в группах мы понимали, что у нас есть хорошие шансы против них победить, если сыграем хорошо, чисто. Вот, и, ну, получается, что да, самый неудобный. Первая карта прошла довольно-таки быстро, и как-то у вас было хорошее начало, такой вот, ну, первые шесть минут, там, сколько, семь. И дальше, прямо вот с этой драки, снизу, все пошло вообще не так. Что там вообще происходило в игре? Ну, у нас был план изначально самим заходить в портал раньше, чем враги. Вот, даже там была ситуация такая, что Лайонек сильно выиграл мид, санкинг тапнул самид, мы могли уже зайти в портал. Мы этого не сделали, потом я зашел некачественно, без синтри, умер. А потом мы уже, ну, все равно игра не проиграна, у нас три, мы три линии выиграли. А потом мы просто реагировали. Вот, когда на тир-один сцене реагируешь, уже вряд ли уже шансы будут на победу. Тем более у нас драфт был заточен на то, чтобы первыми мув делать, дальше уже их героями. У них уже шестой левел на Худвинг, у них есть везде атака, блинг санкинга, сложно было играть. Вторая карта, мы уже думали, что все, изи 2-0 и ничего интересного не будет, но потом началось. И казалось, в моменте все, уже уходим на третью карту, но опять же фалконы вас развернули. Чего не хватило на второй карте, чтобы вот дожать их? Во второй карте, вторая карта была сложная, изначально с линий, в миду и в боте были сложные линии, но мы все равно не сдавались, мы понимали, что наши герои могут... Мы набрали таких героев, если вот как мы в первые пару раз ошиблись, мы все равно можем выиграть. И мы поэтому и сражались нормально. Не хватило чего выиграть. Да, на самом деле в таком линии это уже индивидуальные решения каждого РК очень сильно влияют, каждого из десяти, поэтому где-то вот не дожали, где-то хуже сыграли, чем могли. И на самом деле мне уже казалось, когда мы взяли их с Рапиры Дузой, что можно было выиграть, но точнее уже игра для нас была более легкая, чем для врага. Но мы ошиблись, немножко терпения не хватило, поэтому мы проиграли, да. Ну такая, да, сложная, тяжелая катка в моменте была, такое ощущение, что бросок монетки в конце. И тем не менее, все-таки для вас это был непростой сезон, у вас сменился состав. Вы стали в этом году лучшей командой Восточной Европы на интернешнле. И в целом показали достойную борьбу. Наверное, самое время сказать что-то вашим болельщикам. Я знаю, что в зале было очень много людей, которые изначально болели даже за другие команды, но сегодня они пришли в ваших джерси, и они старались, вас поддерживали. И они наверняка хотят от тебя услышать. Пару слов. Да, всем спасибо болельщикам за то, что болели, поддерживали нас весь сезон. Благодаря вам и мы играем, живет Дота. И надеюсь, хотя бы вторая игра была интересной, чтобы ее посмотрели. Жалко, что не было третьей. Да, в следующем сезоне посмотрим, что будет. Да, закончился для вас сезон, но не закончилась для вас Дота. Будет следующий сезон, и будут дальнейшие игры. Я пожелаю вам удачи и успехов. Будем ждать от вас новостей. Спасибо, что пришел огромное. Мы возвращаемся в студию.